Девушки отдыхают Семнадцать часов Зенит проведет еще один контрольный матч И сегодня у нас в соперниках Литовский Стумброс Профессиональный футбольный клуб из Каунаса Много сумбура на первых минутах И здесь, наверное, как раз Нужно спокойствие и хладнокровие Леандро Паредеса Нобо Почему бы не ударить? Да, и вот он первый удар в створ на девятой минуте Кристиан Нобо наносит его поворотом Родриго Но совсем тут было не опасно Так скорее, чтобы вратаря проверить И самому прибиться В 2016 сменились владельцы И об этом тоже еще поговорим Но, наверное, главная суть в том, что Эта команда, это в первую очередь Бизнес-проект В нее вкладываются деньги Для того, чтобы потом продать Молодых футболистов И заработать на этом еще больше денег Леандро Паредес со Смольниковым Чуть-чуть Ух! Потеряли позицию Юрий Ладыгин Давайте посмотрим повтор Да, все как-то разбежались И появилась у седьмого номера Возможность пробить Убрал на замахе Он вот так легко Дениса Терентьева И да, Юрий Ладыгин Заносит первый По-настоящему Такой сейв-сейвище К сожалению Выбило его из колеи И вот очутился он В стумбросе Но, кстати, на самом деле Все футболисты здесь молодые Кришта Навешает штрафную И Автогол Зенит открывает счет Но давайте посмотрим Доминика Кришта Классно забрасывал Искал чью-то голову И чью-то голову Он как раз-таки и нашел Перспективных игроков Сборной Литвы Давайте посмотрим Кришта забрасывает И Нет, наверное Это был все-таки Не Садаускас Стумброс во втором тайме Обосновался И все 15 минут Что мы играем Здесь они находятся Ух Опасно Садаускас выкидывал ногу Полос успел отдать Андрею Панюкову Ну и, собственно, можно ударить Но Панюков сближается с вратарем И И Обыгрывает вратаря И Ух Было так близко Похоже, Андрей Панюков хотел С мячом в ворота забежать Но Был шанс пробить Давайте посмотрим Повтор момент Сейчас Нам его организуют обязательно Я в это верю Пока неспешную атаку свою Организует Стумброс Да, вот Андрей Панюков Вырвался Вперед И Можно было бить Но Андрей решил сблизиться Все правильно делал Здесь пытался закатить Самый уголок Чтобы Защитник не достал Потому что Перекрывал Игрок практически Все ворота Хотя мне кажется Что Палыч И с этой задачей бы справился Леандро Паредес играет Со всеми Такой, видимо, эксперимент От Роберто Манчини Во втором тайме Лео играет сильно выше Кристиан Набуа Какую красоту исполняет Закидывает на Андрея Панюкова И нужно забивать Это вот удар от ворот Или 11-метровый 11-метровый Назначает Давайте посмотрим За что все-таки был назначен пенальти Сейчас это не так важно Но Тем не менее Видимо, вот За это падение Андрея Панюкова Судья решил Что там был удар по ногам Как мне показалось Он его заработал Но Леандро Паредес Протянул руку И сразу же намекнул Прямо Сказал о том Что бить будет он Итак, Паредес И еще один промах Как-то эти ворота Выглядят во втором тайме Заколдованными Мало того, что Галкипер Родриго угадал Направление полета мяча Думаю, что если бы Даже Паредес Попал У него были все шансы Потащить Посмотрите, какие эмоции Паредес регулярно Отрабатывает на тренировках Штрафные Дальние удары И получается У него это действительно здорово Ну вот сейчас посмотрим Сможет ли Лео повторить это в игре Потому что Девятки Уже протерлись Как пока на тренировках Лео тренировался Ух Ну Собственно Здорово Когда ты рассказываешь о чем-то И оно случается Браво, Леандро Паредес Исправился за Незабитый пенальти И наверное Вот такой гол Это даже круче Чем мяч забитый С пенальти Прямым ударом Со штрафного Мы пока не забивали И давайте Я имею ввиду В этом году В 2018 Давайте посмотрим повтор Потому что Посмотреть есть на что Смольников Разочарованно кричит Лео Потому что ждал передачу От Паредеса Но по-моему Аргентинец все уже решил Для себя Да Он пробивает В правой нижней Но чуть-чуть не попадает Ровно в то же место Куда бил с пенальти А у нас финальный свисток Синий-белоголубые Одерживают победу Со счетом 2-0 Над футбольным клубом С Тумброс